Включите режим регистрации. Покажите, пожалуйста, регистрацию. Покажите, пожалуйста, регистрацию. Объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Доклад официального представителя правительства Российской Федерации, заместителя министра строительства и жилища коммунального хозяйства Российской Федерации Никиты Евгеньевича Стасишина. Пожалуйста, Никита Евгеньевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, в соответствии с поручением президента Российской Федерации разработан проект федерального закона о внесении изменений в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Законопроект призван повысить гарантии граждан и при вложении средств в покупку жилья на стадии строительства. На сегодняшний день в стадии строительства находятся более 120 миллионов квадратных метров жилья, которые строятся за счет средств граждан, то есть на этапе и по 214-му федеральному закону. Действует более 1 миллиона договоров участия в долевом строительстве. С 2014 года права граждан-участников долевого строительства обеспечиваются страхованием или поручительством банка. По данным Центрального банка, действующая система страхования находится на пределе возможностей по объему принимаемых рисков. Накоплена огромная ответственность у страховых компаний и общества взаимного страхования. 91% объема ответственности приходится на 4 страховые компании. Общий объем страховых премий, собранных страховщиками за этот период, составил порядка 27,5 миллиардов рублей. Несмотря на наличие страховых случаев по застройщикам, находящимся в процедуре банкротства, на сегодняшний день ни одной выплаты не произведено. Правительством Российской Федерации создан фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Права учредителя фонда осуществляет Минстрой России. Уважаемый Вячеслав Викторович, мы готовы ко второму чтению дополнить законопроект нормами об обязательной проверке деятельности фонда счетной палаты, а также установить иные формы контроля, которые обеспечат прозрачность принимаемых решений фондов и сохранность средств фонда. Законопроект предусматривает установление полномочий и функций фонда, его органов управления, обязательный аудит деятельности, обязанность уплаты застройщиков взноса в фонд перед регистрацией договоров долевого участия в Росреестре, возможность оказания содействия в завершении строительства домов в случае банкротства застройщиков. Полномочия высшего органа управления Совета фонда установлены в законопроекте. Совет фонда определяет порядок и заключение договоров на предоставление средств на достройку объектов. Отбор застройщиков производится в соответствии с законом о банкротстве. С законопроектом также завершается реализация комплексного подхода к контролю и надзору за деятельностью застройщиков. Контролирующие органы исполнительной власти субъектов наделяются полномочиями по установлению запрета на привлечение средств граждан для недобросовестных застройщиков. К требованиям застройщиков уже добавляется и деятельность фонда, и усиление роли регионального контроля на местах, что позволит обеспечить принципиально иной уровень защиты инвесторов наших граждан в жилищное строительство. Уважаемый Вячеслав Викторович, при подготовке к первому чтению в Государственной Думе проделана большая работа, проведены парламентские слушания, в ходе которых был высказан ряд замечаний и предложений к законопроекту, которые мы готовы учесть при подготовке ко второму чтению. Отдельно хотим отметить, что ко второму чтению законопроект будет дополнить нормами об установлении переходного периода в срок до 1 июля 2018 года, во время которого обязательное отчисление для всех застройщиков составит 1,2% от цены договора. Вчера состоялось рассмотрение законопроекта на профильном комитете, замечание по итогам которого мы также готовы учесть в дальнейшей совместной доработке законопроекта с депутатами ко второму чтению. Уважаемый Вячеслав Викторович, прошу поддержать законопроект. Доклад закончен. Спасибо, Никита Евгеньевич. Пожалуйста, садоклад, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и мирным отношениям Николая Петровича Николаева. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Мы внимательно рассмотрели данный законопроект, как уже было сказано, провели парламентские слушания и приняли решение поддержать данный законопроект при рассмотрении в первом чтении. Назову две цифры. Первая цифра – это 18 миллиардов рублей. Это ежегодная премия, которую получают страховые компании по данному виду страхования при нулевых выплатах. Вторая цифра – 16 тысяч. Это количество человек, которые стали обманутыми дольщиками за последние неполные три года. Если сопоставить две эти цифры, то становится очевидно, что тот механизм, который сегодня должен защищать наших граждан от недобросовестных застройщиков, дает трещину. Попросту не работает. И именно поэтому президент дал поручение о создании государственного фонда, который бы защищал наших граждан от вот таких случаев банкротства или ухода застройщиков с рынка. И мы, несомненно, за эту концепцию. А вот что касается механизмов реализации этой концепции, то здесь достаточно большое количество вопросов и замечаний. Остановлюсь на нескольких. Но начнем с формы. Дело в том, что фонд выполняет публично-правовые функции и формируется из обязательных отчислений. А это означает, что не совсем корректно его организовывать в формате некоммерческой организации. Нужна публично-правовая компания. И мы будем как раз говорить о том, что ко второму чтению мы должны внести изменения в данный законопроект. Нельзя забывать, что мы говорим о государственном фонде. То есть гарантии возмещения должны быть, что называется, железобетонными. Когда-нибудь, несомненно, фонд накопит такое количество средств, что он сможет покрыть любые убытки. Но сейчас мы видим, что на первом этапе нет механизма, который бы защищал фонд в случае, если он закончится. А мы должны предоставить гражданам эти гарантии. Сколько платить? Это очень серьезный вопрос. Сейчас прописана в законопроекте вариативная форма. То есть каждому застройщику разный тариф. Мы понимаем прекрасно, что вот такая вариативная форма, это может быть использовано, в том числе крупными застройщиками, может быть не всегда в честной конкурентной борьбе за этот рынок. И при этом мы видим, что сейчас нет методики подсчета и оценки этого риска. Минстрой, как мы слышали, предлагает на переходный период установить единый тариф 1,2%. Но очень важно нам знать, а что будет потом, что будет после этого переходного периода, который сейчас предлагается установить июнь следующего года. А это очень важно, потому что мы прекрасно понимаем, что все обязательные платежи так или иначе будут застройщиками зашиваться в стоимость квадратного метра, за который будут платить наши с вами сограждане. Следующий момент – это сохранность средств. Опять же, обращаю ваше внимание, что речь идет о поручении президента и о государственном фонде. А это значит, что мы должны обязательно предусмотреть контроль счетной палаты. Мы должны предусмотреть создание ревизионной комиссии. Мы должны говорить о обязательной публикации отчетности фонда. Мы должны говорить о том, чтобы отделить средства фонда от трат на его содержание. Это обязательное условие, которое мы должны совместно прописать ко второму чтению. Как тратятся эти средства? На сегодняшний день в законопроекте предусмотрена бесконкурсная процедура привлечения застройщиков. Это означает, что руководство фонда самостоятельно решает, какому застройщику передать деньги для достройки того или иного дома. Мы считаем, что если речь идет об обязательном фонде, о государственном фонде, это должна быть максимально прозрачная процедура. Нам необходимы и критерии отбора этих застройщиков, и, конечно же, конкурсные процедуры. Если мы говорим еще об одном механизме, который есть сейчас в законопроекте, то это тем более актуально. Речь идет о безвозмездных выплатах в виде пожертвований жилищно-строительным кооперативам. Это сейчас предусмотрено данным законопроектом. Я хочу обратить ваше внимание, коллеги, что половина жертв СТУ-155 – это как раз жертвы схем жилищно-строительными кооперативами. И мы, по этому, должны максимально прописать все возможные риски. Я хотел поблагодарить всех комитетов и соисполнителей за те замечания, которые они направили, очень толковые и важные замечания. Я, конечно, хочу поблагодарить Министерство строительства за то, что оно начало вот этот серьезный очень путь. Но похоже, коллеги, что вопрос качества законопроекта будет снова в наших с вами руках. Тем не менее, прошу поддержать. Спасибо. Спасибо, Николай Петрович. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы докладчику, содокладчику. У нас еще, извините, от комитета соисполнителя Анатолий Геннадьевич Аксаков, пожалуйста. А затем к вопросам перейдем. Уважаемые... У нас новая форма обсуждения. Мы даем возможность выступать представителем комитетов соисполнителей, поэтому это все в соответствии с регламентом. Пожалуйста, Анатолий Геннадьевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, как уже сказал Никита Евгеньевич, с 2014 года для того, чтобы привлекать средства участников долевого строительства, застройщики должны иметь либо банковскую гарантию, либо застраховать свою ответственность в страховой организации. Центральный банк определил требования к соответствующим организациям, которые могут работать с застройщиками, и под эти требования попали 18 страховых организаций. Но жизнь показала, что страховые организации особенно с этим инструментом работать не желают. Все крупнейшие страховые компании либо вообще не работают с этим продуктом, либо в очень маленьком объеме. И в результате концентрация ответственности оказалась у четырех страховых компаний, причем не самых крупных, средних российских компаний. И очевидно, что напряжение очень высокое на этих организациях, вообще общий объем ответственности превышает 1 триллион 200 миллиардов рублей, и в любое время это может полыхнуть. И поэтому появилось поручение президента, который предложил проработать вопрос создания соответствующего фонда. Хотел бы сказать, что комитет очень внимательно рассмотрел предложенный законопроект и концептуально его поддержал. Но при этом мы также видим, что необходимо очень серьезно доработать законопроект ко второму чтению. В том числе законопроект предусматривает, что правительство будет разрабатывать специальную методику, по которой застройщики будут перечислять свои средства. При этом не устанавливается предельный размер отчислений, но и это, естественно, вызывает большие беспокойства, в том числе у застройщиков, что эти предельные отчисления, они могут постоянно увеличиваться и, естественно, ложиться на платежи дольщиков, граждан, поскольку, очевидно, все в конце концов переводится в стоимость квадратного метра. Поэтому мы считаем, что в законопроекте прямо надо установить ограничение, выше которого соответствующий тариф не должен устанавливаться. Какое ограничение? Надо поспорить, подискутировать, надо посмотреть расчеты. То, что предлагается, вот сейчас озвучено 1,2, это тоже вопрос такой непонятный, откуда эта цифра взялась. Сейчас страховщики, кстати, берут чуть более 1%, 1,05. Поэтому еще я считаю, что надо в комитете будет серьезно подискутировать. Далее надо установить и требования, основные требования к методике вот этих отчислений для того, чтобы не перекладывать на плечи правительства вот этот вопрос, поскольку он социально чувствительный, естественно, Дума должна все-таки установить определенные качественные и количественные характеристики, которые необходимо учитывать при использовании соответствующей методики. Законопроект предусматривает возможность предоставления займов со стороны фонда, инвестирования в разные активы. Естественно, мы должны в законе, на мой взгляд, прописать, опять же, требования к активам, которые будут инвестироваться эти средства, и к качеству активов, и к доходности активов, поскольку это тоже такой очень важный вопрос. У нас часто так бывало, средства инвестируются, в том числе пенсионных фондов, а потом оказывается, что доходность по этим фондам, по этим инвестициям отрицательная. Далее нам, конечно, необходимо прописать все механизмы, связанные с тем, если у фонда будет недостаток средств для выполнения обязательств перед дольщиками. Во-первых, все правовые механизмы этой работы, а во-вторых, источники определить, за счет которых фонд будет эти средства находить для того, чтобы выполнять обязательства перед гражданами. Инфляция, на наш взгляд, тоже должна учитываться, потому что дольщики вносят средства в один период, а обязательства перед ними будут выполняться, могут через несколько лет. На наш взгляд, необходимо индексировать эти средства для того, чтобы люди не страдали от инфляции. И так далее. У нас есть группа предложений, на мой взгляд, очень конкретных и полезных для доработки законопроекта. А в целом предлагаем концептуально законопроект поддержать. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. Еще раз хочу подчеркнуть, что в рамках нашего регламента мы внесли ряд изменений, в соответствии с которыми представители комитетов соисполнителей, если есть иная точка зрения или предложения по рассматриваемому законопроекту, вправе выступать как садокладчики. Пожалуйста, вопросы к докладчику и, соответственно, к садокладам. Есть? Много. Много. Включите запись, пожалуйста, на вопросы. Коллеги, пока идет запись на вопросы, вот можно официальному представителю правительства задать вопрос. Страховые компании собрали 18 миллиардов рублей, как следует из выступления нашего... За год. За год собрали 18 миллиардов рублей. У нас 16 тысяч обманутых дольщиков, при этом, насколько опять-таки прозвучало, что нет ни одного страхового случая. Вот можно поинтересоваться, исходя из того, что вы отвечаете за правоприменительную практику, куда деньги-то ушли, собранные с населения? Вот эти вот 18 миллиардов. Они сформированы в резервах страховых компаний сейчас. За этим следит надзорный орган в Банке России. А вот то, что действительно еще не наступили выплаты, хотя банкротство застройщиков пошли и обманутых дольщиков увеличили, это действительно так на сегодня. То есть пока эти деньги находятся в резервах страховых компаний. Коллеги, мы сами-то понимаем, что это нонсенс. У нас большое количество обманутых вкладчиков, дольщиков. Соответственно, есть средства на выплату страховых премий. Причем ни одного случая выплат не наступило. Как вы понимаете, эти деньги сейчас работают, они приносят прибыль страховым компаниям, а люди-то остались один на один со своей проблемой. Вот у нас с вами есть понимание, что это неправильно, что этим нужно заниматься, что нужно собирать страховые компании и их мотивировать к тому, чтобы они лицом повернулись к проблемам тех людей, которые перечислили им деньги. 18 миллиардов, это же деньги-то как раз тех людей, которые сегодня ждут помощи. Секрасно это понимаем. Мы работаем вместе с Центральным банком над тем, чтобы вот те обязательства, которые в себя взяли страховые компании, были исполнены в полном объеме. Коллеги, может быть, вот мне подсказывает, Николай Петрович откомментирует этот вопрос, представитель Центрального банка, вы отзываете лицензии у банков недобросовестных, почему страховые компании, которые у людей деньги забрали, сейчас их оставили один на один с проблемой, вы не отзываете лицензии, почему за ними не смотрите? Вообще, это вот что такое? Потому что, ну, представьте себе, коллеги, мы приезжаем в регионы, к нам подходят те, кто пострадал, как обманутый дольщик. Есть закон федеральный, он работает. Деньги-то собрали, значит, закон работает. Но только народу деньги не отдали. Вот мы сейчас будем принимать решение о создании фонда, это правильно. Но неправильно, если мы оставим ситуацию, как она есть, с позицией того, что те, кто деньги собрал, они там дальше будут прокручивать эти деньги, а люди будут и дальше терпеть проблемы и, более того, там, банкротство. Что это такое? Это там человек по миру пойдет. При том, что вот есть такие финансовые ресурсы, как раз предусмотрены для оказания помощи людям. Давайте мы обсудим этот вопрос. Это очень серьезный вопрос. Вижу, что к нему интерес никакого представителя средств массовой информации, хотя зря, потому что эта тема-то очень и очень серьезная. Пожалуйста. Включите микрофон. Всего и трибуна. Я хотел бы прокомментировать ситуацию, связанную с договорами, за которые несут ответственность компания страховые. Подавляющее количество обманутых дольщиков не имело договоров страхования в формате 214 ФЗ. Столь известная печаль на СУ-155, это было, как правило, мошенничество, связанное с тем, что это была комбинация недобросовестных действий застройщика и компания, которая просто не получала платежи, эти грабли недействительные. Мы говорим о том, что с 2014 года закон действует. В Банк России установил повышенные требования к компаниям, которые занимаются ответственностью застройщиков. У нас таких компаний было более 70. После требований в Банк России, когда были ужесточены, компания осталась там 19 плюс одно общество взаимострахования, компания проверяется на двухнедельной основе, горизонт две недели. И если компания не соответствует требованию Банка России, особенно по качеству капитала, потому что вы правы, деньги получены, капитал необходимо инвестировать в ликвидные инструменты, либо есть вопросы к перестрахованию, то, соответственно, мы принимаем действия надзорного характера вплоть до отзыва лицензии. Хотел бы сделать четкую такую справку. У нас сейчас проблем по событиям страховым с невыпытными компаниями страховыми практически нет. Буквально я готовился к сегодняшнему пленарному заседанию. У нас есть один застройщик, по которому есть процедура банкротства. Есть компания страховая, по которой есть 55 договоров. По ним ведется работа. Мы ежедневно ситуацию мониторим и получаем информацию и работаем с долечками для того, чтобы все договора были исполнены. Львиная часть, повторяю еще раз, договоров, которые касались обманутых долечков, они были без страхового обеспечения. Там не было темы страхования. Это первый момент. И второй момент. Риск является очень специфичным, поэтому хотел бы обратить внимание, что договор длится очень долгое количество времени. То есть у нас ситуация простая. До завершения договора долевого участия плюс два года. Почему, на самом деле, большинство договоров еще не завершились? Поэтому так, чтобы компании просто взяли, не отвечая, ушли, такого тоже нет. Мы смотрим за этим процессом. И сейчас у нас, повторю сейчас, 16 компаний страховых и одно общество взаимосстрахований, которые могут заниматься этим видом страхования. Коллега, вопрос-то один. Понятно, что Львина и Дуоля не заключили договора. Но почему нет ни одного страхового случая? Ни одного. Вот объясните, когда Львиная доля, это может быть 80%, даже 90%, тогда 10% мы исходим из того, что там должны быть страховые случаи. У вас, на самом деле, на страховом рынке взяли, собрали деньги. Мы с вами видим, большое количество дольщиков пострадало, и ни одному из них не оказана помощь. Как вы говорите, нет ни одного страхового случая. Почему? Коллеги, понимаете, 18 миллиардов собрались людей. Эти деньги лежат на счетах страховых компаний. Они их прокручивают. Это бизнес, понятно. Но почему надзорный орган не поинтересуется? Надзорный орган интересуется регулярно. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что у нас информации о невыполненных обязательствах компаний нет. Там, где есть страховое событие, просто в чем есть техническая проблема? События крайне непросто фиксируются. Должен быть решение арбитражного суда по банкротству застройщика. Вот там, где было решение арбитражного суда по банкротству застройщика, это и есть страховое событие. По этим событиям идем в персональный учет той компании, которая имела полюсы. По таким ситуациям, повторяю еще раз, у нас проблем нет. У нас есть целая служба в Банке России, которая занимается жалобами, и она такие жалобы рассматривает, и мы идем в разговор с компанией. Если компания вдруг, так сказать, соответственно, ушла с рынка, она все равно обязана ответить по своим обязательствам. Есть конкурсное управление, есть временная администрация. То, что событий нет, вопрос не к Центральному банку, а вопрос к механизму, который позволял части дольщиков регистрировать для долевого участия без страхового обеспечения. Повторяю еще раз, там, где было страхование, мы смотрим за компаниями, и компания на данный момент выполняет свои обязательства. Как вы оцениваете рентабельность страховых компаний, исходя из того, что у них нет ни одного страхового случая? Вот это какая прибыльность у них получается? По завершению договоров страхования, так сказать, я не могу говорить абстрактно, это будет четкий расчет. Высокая рентабельность, если говорить, так сказать, качественным образом. Высокая. Вы правы, здесь, конечно, если нет событий, компания формирует резервы. Если брать, почему мы поддерживаем компенсационный фонд, очень просто. Если нет событий страховых, то компенсационный фонд бы все эти деньги сохранил. Сейчас компания, очевидно, если договор закончился, они покажут прибыль, налогообложение, и это будет их доход. В этом есть наша заинтересованность сделать компенсационный фонд, который бы деньги, потраченные на страхование, в случае отсутствия событий страховых, сохранил бы. Почему мы рассматриваем вопрос компенсационного фонда? Понятно. Президент дал поручение. Потому что вот все то, что происходит, оно не может не волновать. Но дело в другом. 18 миллиардов собрали. Как вы говорите, сверхвысокая рентабельность. Ну а дальше что? Нет, коллеги, вот может быть мы все-таки возьмем и ответим на эти вопросы искренне, с пониманием того, что людей оставили один на один с проблемами. Пускай часть тех, которые заключили договора, но должны были спасти за счет вот этих страховых выплат, что не сделано было. Пожалуйста, покажите список вопросов. Коллеги, рекорд. 24 вопроса. Пожалуйста. Шулепов Евгений Борисович. Тема действительно горячая. Вот я почему обращаю внимание, посмотрите, вот нет у нас тут тех, кто по идее должен интересоваться этой темой. Уважаемый, пожалуйста. Уважаемый Викторич, уважаемые коллеги. Викторич, хотелось бы прокомментировать ваш вопрос. Страховой случай наступает через, в тот момент, когда предприятие признано банкротом, а на это уходит, как правило, два и более года. Поэтому за это время и компания пропадает, и строители уходят, и дом разграблен уже. Поэтому вот такая ситуация сегодня. Изначально закон был кривой, конечно. Мы об этом тоже говорили. У вас вопросы докладчику, садокладчиком есть? Значит, новый законопроект предусматривает, что фонд может выдавать займы новому застройщику. Кто будет принимать решение, выдавать этот займ, или же все-таки деньги возвращать дольщикам? И в каком объеме? Спасибо. Кому адресуете вопрос? Включите микрофон. Никите Евгеньевичу, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Совет фонда будет принимать решение в соответствии с параграфом с детьми закона о банкротстве, а дальше арбитражный суд, арбитражный управляющий, когда будет сформирован объект незавершенного строительства и, понятно, стоимость необходимая на дострой этого объекта. Пожалуйста, Сысоев, Владимир Владимирович. Сергей Ильич, спасибо. Вопрос будет Никите Евгеньевичу. Надеюсь, что пресса сейчас внимательно смотрит за обсуждением этого вопроса, потому что вопрос крайне важный. Вячеслав Владимирович принял вопрос по страховым компаниям. Но есть еще одна проблемная тема. В свое время было отменено лицензирование строительных компаний и проектных организаций. И строители платили взносы в СРО в компенсационные фонды. Я думаю, ни для кого не секрет, что миллиарды рублей из компенсационных фондов саморегулированных организаций просто растворились в банках банкроты. Никита Евгеньевич, и вопрос, можете как бы прокомментировать? Есть ли деньги вообще в компенсационных фондах? И почему в том числе эти средства не шли на проблему обманутых дольщиков и нерадивых застройщиков? И каким образом дальше ситуация будет управляться по СРО? Потому что государственного регулирования с вами нету, а саморегулирование привело к плачевному результату. Вчера вы сказали, что свыше 750 объектов находятся и являются в проблемном состоянии. Разные задачи у этих двух фондов. Те девелоперы, которые привлекают средства по 214, им не обязательно входить в СРО, и, соответственно, это разные средства, направленные на разные виды компенсации. Пожалуйста, Натаров Сергей Васильевич. К Никите Евгеньевичу. Создание любого фонда аж дрожь вызывает. Почему столько вопросов? Потому что, я так понимаю, ни один фонд, который создавался, не только вами, он все гладко не был никогда. У меня вопрос. Вот сегодня те платежи, которые в рамках этого закона будут собираться новыми застройщиками, они будут страховать только тех, которые сегодня участвуют, а те, которые обмануты, или те, которые 700 объектов, которые, на ваш взгляд, уже подлежат почти банкроты, они как будут дальше действовать? Они будут попадать под этот фонд компенсации или нет? Все, что будет перед... То есть фонд будет распространяться только на новые проекты. Это действительно так. Часть тех банкротных компаний и банкротных объектов, о которых вы сказали. По ним есть обязательства, взятые у нас по страховым компаниям. Я думаю, что там все-таки произойдут какие-то выплаты. А вообще у каждого субъекта сформирована дорожная карта, есть действующие механизмы, по которым субъект решает вопрос в точечном режиме по каждому гражданину, по каждому объекту. Пожалуйста, у нас тут сбой до вашей системы. Тумусов Федот Семенович изначально был записан. Да, вот список начинаний. Пожалуйста. Включить микрофон. Спасибо. Уважаемый Никита Евгеньевич, мы в режиме, постоянном режиме получаем жалобы от обманутых застройщиков. Буквально я вчера получил письмо о недобросовестном застройщике общества с ограниченной ответственностью строительно-производственной фирмы «Черафика». Но мы с вами еще имеем горький опыт создания государственной корпорации, тоже в виде фондов, и сами себе начальство этих фондов устанавливали космические заработные платы. Что касается компенсационного фонда, который будет создан, какова гарантия или каковы механизмы того, что все средства не будут израсходованы на содержание собственного аппарата этого фонда? Спасибо. Спасибо за вопрос. В первую очередь это жесточайший контроль со стороны счетной палаты, это контроль со стороны Наблюдательного совета, Совета фонда и Минстроя. Пожалуйста, Николай Викторович. Я хотел обратить ваше внимание, спасибо большое, что вот эта задача, которая у нас стоит ко второму чтению, потому что на сегодняшний день ни счетной палаты, ничего в законопроекте не прописано. Поэтому нам важно это обсудить, именно все механизмы, которые защитят фонд от любых недобросовестных проявлений. Спасибо. Пожалуйста, Шветкин Юрий Николаевич. Никита Евгеньевич, у меня к вам вопрос. Значит, не секрет, что на рынке долевого строительства, в данном случае, дольщиков, достаточно много совершается мошеннических действий. Значит, и 16 тысяч, цифра, честно говоря, вызывает некоторые сомнения. На мой взгляд, достаточно больше обманутых дольщиков. И Вячеслав Викторович правильно поднимает вопрос, что тема достаточно горячая во всех регионах, во всех субъектах Российской Федерации. Мне бы хотелось отметить, что сможет ли создание фонда, на наш взгляд. Я думаю, что предварительно было исследование данного вопроса. И сможет ли создание фонда служить неким барьером для недобросовестных застройщиков, которые вынашивают намерение нажиться на долевом строительстве. Исходя из того, что мы понимаем, что вкладчики, вкладывать финансовые средства должны застройщики. Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Конечно, фонд будет проводить достаточно жесткую оценку и жесткий андерайтинг застройщиков. Но надо еще напомнить, что с 1 января 2017 года у нас мы дали дополнительные полномочия, наделили контролирующие органы субъектов, которые теперь помимо просто факта оплаты в фонд либо в страховую выдают положительное либо отрицательное заключение о соответствии застройщика для того, чтобы он смог привлекать денежные средства граждан. А с 1 июля вступают требования к уставному капиталу. То есть тех заведомо нерадивых застройщиков, которые получили земельный участок с составным капиталом в 10 тысяч рублей и с экскаватором с одним и начинают привлекать средства граждан. Конечно, такого больше не будет ни при каких обстоятельствах. Сапко. Игорь Вячеславович, пожалуйста. Спасибо. К Никите Евгеньевичу вопрос. Законопроект предлагает отдать методику в определении размера отчислений на уровень правительства Российской Федерации. При этом базовый размер отчислений может повышаться по предложению самого фонда. Все-таки в чем причина предлагаемого ухода из парламентского контроля размера отчислений? Как будут защищаться права застройщика от непомерной платы в компенсационный фонд? И не приведут ли предлагаемые регулирования к демидрально противоположной ситуации связанной как раз с банкротством самих застройщиков? Вы знаете, мы при подготовке законопроекта и на парламентских слушаниях как раз это и обсуждали, поэтому установили переходный период до 1 июля 2018 года, где за этот период мы совместно с коллегами из общества, из деловых кругов, застройщиками, депутатами Госдумы как раз таки постараемся ответить на все эти вопросы и сделать так, чтобы ни у что не ушло ни из-под парламентского контроля, ни из-за иного любого другого контроля. Пожалуйста, Кобелев Алексей Геннадьевич. Никита Сергеевич, несколько вопросов. Ну, первый вопрос. Не до конца понятно, когда именно возникает обязанность у застройщика производить отчисления. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации формирование компенсационного фонда уже началось с 1 января 2017 года. Однако, законопроект предусматривает возникновение соответствующей обязанности застройщика по уплате взносов компенсационный фонд только после вступления в силу законопроекта. Таким образом, правовой статус отчисления застройщиков, осуществленных уже с 1 января 2017 года и до момента вступления в силу законопроекта остается неопределенным. Полагаю также, что в законопроекты не регулированы такие важные вопросы, как нарушение застройщикам обязанности по уплате взносов и меры, предпринимаемые при недостаточном средстве комиссионного фонда. В целом, законопроект, конечно, поддерживаю, но эти вопросы надо как-то решать. Спасибо. Действительно, вы правы, фонд создан 1 января 2017 года. Ни одного поступления от застройщиков фонд не произведено до сегодняшнего дня, не произведено по одной простой причине. Самое основное, на что направлен этот законопроект, это исключение дублирующих функций. То есть, для того, чтобы договор долевого строительства, договор был зарегистрирован в Росреестре, нам необходимо сейчас приложить к этому договору страховой полюс, участие состройщика в обществе взаимного страхования либо банковскую гарантию. После вступления в силу законопроекта факт регистрации будет производиться только после того, как произведен факт оплаты 1,2% фонд и наличия положительного заключения контролирующего органа в субъекте. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, Пашин Виталий Иванович. Спасибо. Никита Евгеньевич, мы считаем, что данный проект федерального закона не решает основной проблем обманутых дольщиков. Например, Челябинская область на втором месте по объему незавершенного долевого строительства. Общий объем недостроенного жилья в моем регионе составляет 325 691 квадратных метров, что составляет 8,3% всего количества недостроев в России. Крупнейшие застройщики продолжают банкротиться, создаются тысячи реестров кредиторов, а наши граждане ни денег, ни квартир так и не получили. В связи с чем мы дошли до того, что многие граждане сейчас просто не становятся участниками долевого строительства, и никакие поправки не простремулируют увеличение спроса. Так почему вместо решения уже существующей проблемы наших граждан вами предлагаются другие недоработанные способы обеспечения обязательств застройщиков для будущих дольщиков? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Мы с правительством вашей области в ручном режиме знаем каждый объект и каждого гражданина в реестре. Их там не тысячи реестров, реестр один. Что касаемо того, почему мы принялись за фонд и не решаем вопрос прошлых, вы знаете, мы решаем. А фонд это и весь комплекс мер, которые мы принимаем за последние два года. А вот то, что у вас вы говорите такое количество, это все объекты начиная с 2005, с 2004 года. Вы тоже знаете и мы это знаем по всем объектам, в том числе вашего субъекта. Поэтому фонд как раз направлен на то, чтобы минимизировать риски инвестиций граждан. А это как на примере ССВ. То есть мы сейчас пришло время за гражданином поставить государство. Рыночные механизмы, которые работали до сегодняшнего дня по обеспечению прав граждан, ну признаемся, они не сработали. Поэтому фонд как раз таки, а за фондом это государство, а это значит, что деньги точно никуда не уйдут, а в случае наступления банкротства дом будет достроен, в любом случае гражданин получит квартиру. А что касаемо тех, что у вас есть до момента работы фонда, там вместе, еще раз я повторюсь, вместе с губернатором, профильным вице-губернатором, эти вопросы можно решать. Чтобы здесь не вдаваться в подробности, как минимум в реестр кредиторов можно достать объект в соответствии с параграфом 7 закона о банкротстве и передать другому инвестору, признать объект, признать этот объект проблемным и можно через наш единый институт развития еще и получить землю как компенсацию на достройку этого объекта. Поэтому механизмов много, а, конечно, бюджетных средств на это нет. Пожалуйста, Гартунг, Валерий Карлович. У меня к Стасишину Никите Евгеньевичу вопрос. Ну вот скажите, Никита Евгеньевич, продолжение вопроса, который был у моего коллеги только что задан, но ведь сейчас уже есть действующие механизмы компенсации, да, вот все участники долевого строительства, заказчик, застройщик, генподрядчик, подрядчики, проектировщики, они являются участниками СРО, и все платят туда взносы. Но, к сожалению, по причине, например, тех же подрядчиков или генподрядчиков срываются, например, строительство в срок, в итоге отвечает застройщик за все это, а эти компании, они, выплат этих нет. Плюс, как уже было сказано, страховые механизмы. Действующие механизмы не работают, вы пытаетесь новый механизм создать. На чем основана ваша уверенность, что новый механизм будет работать, тем более, что столько замечаний к нему сейчас даже в первом чтении. Спасибо. Отвечая на первую часть вашего вопроса, все-таки те подрядчики, которые находятся и в СРО, они, и вообще суть СРО, и отчисления в СРО, она разная, нежели с 214. Она отличается тем, что это безопасность сооружений, это технология сооружений, а все-таки 214 и застройщики, которые привлекают средства граждан, это немножко другое. Почему мы уверены в том, что фонд заработает? Потому что мы на протяжении двух лет ужесточали требования к 214 закону. Мы наводили порядок в субъектах с реестрами граждан. Мы наводили порядок в том, как относиться с субъектом к своим проблемным объектам и к своим строительным компаниям. Вы прекрасно знаете, что иного механизма сейчас, нежели через привлечение средств граждан, у нас для застройщиков нет. До 90-80% точно строится за счет привлечения средств граждан. Поэтому для того, чтобы граждане не потеряли веры и дальше вкладывали средства в долевое строительство и получали качественное доступное жилье, мы и создаем этот фонд. Мы уверены в том, что фонд заработает правильно, открыто, прозрачно и честно. Пожалуйста, Коломейцев Николай Васильевич, фракция КПРФ. Спасибо. Уважаемый Вячеслав Викторович, учитывая, что ни Центробанк по ответам, ни Минжи КХ пока не понимает, мне кажется, ответственности, я предлагаю постановление отдельным пунктом записать соисполнителю Аксакову, запросить информацию о причинах неэффективности работы страховых компаний и Центробанка, части контроля за страховыми деньгами. И второй, Николай Петрович, Николай Петрович, как собрать деньги и раздать, это концепция, это не второе чтение. А в данной ситуации вы в принципе не предлагаете механизм, а говорите, что мы потом-потом создадим. Вот я хотел бы, чтобы вы с МинжКХ ответили, почему у нас страховые компании не выполняют в данной ситуации своих функций. Не надо никаких фондов дополнительной зарплаты платить. Страховая компания надо прописывать таким образом, чтобы она отвечала за собранные деньги и страховой случай наступал, как только провалилась строительная компания. Пожалуйста, Николай Петрович, в вашей части ответит на вопрос, а в части вопроса, адресованному Коксаку, ответится докладчик Коксак. Правильно? Спасибо, Вячеслав Петрович. Я думаю, что, Николай Петрович, абсолютно правы с точки зрения того, что мы и констатировали, что действующие механизмы, они вот менялись год от года, а их, они все равно не работают. Уже есть поручение президента, которое, мне кажется, максимально должно обеспечить все эти вопросы, то есть создать государственный фонд. И вот наша с вами задача совместная, вот все риски, которые есть в связи с этим, мы понимаем. О них я говорил, о них написано в заключении и нашего комитета, и комитета соисполнителей. Я считаю, что концепция основная, то, что это должен быть все-таки государственный фонд, мы должны поддержать. Но мы видим, что время идет, количество у нас дольщиков обманутых тоже растет, поэтому здесь откладывать этот вопрос, наверное, не имеет смысла. Надо, как я уже сказал, качество исполнения будет в наших руках, и мы должны это прописывать уже все вместе. Спасибо. Пожалуйста, Анатолий Геннадьевич, Аксак, включить микрофон. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, уже после вчерашней дискуссии, которая началась в Совете Государственной Думы по этому вопросу, я сделал запрос в Центральный банк с просьбой представить соответствующую информацию. Запрос был устный, но теперь, вот после сегодняшней дискуссии, сделаем его письменным, и в ближайшее время обязательно проинформируем об ответе. Анатолий Геннадьевич, предлагается сформулировать поправку в проект постановления, и мы при принятии решения в сегодняшнее постановление ее рассмотрим, и если поддержат коллеги, тогда внесем как дополнение, исходя из поставленного вопроса. Прямо, если можно, сейчас подготовьте, пожалуйста, чтобы мы могли уже при голосовании ее учесть. Пожалуйста, Сидякин Александр Геннадьевич. Спасибо, Вячеслав Викторович. В продолжение темы, которая началась, вопрос к Центробанку, представителю Центробанка. Вы говорите в рамках страхового контроля надзора, нами не выявлены случаи, но вот это печальная история со СУ-155. Страховая компания была своя, и вы знаете, что фиктивно они деньги прокручивали, но фактически в страховой компании они не оставались. Я представляю Татарстан, у нас тоже две компании, есть крупные застройщики, фонды СВЕ. Та же самая история. Страховые компании свои карманные, деньги прокручивают, и фактически с наступлением банкротства основного застройщика банкротятся и эти страховые компании. Может быть, тогда инициировать с вашей стороны запросы в правоохранительные органы, и это ведь преднамеренное банкротство, совершенно очевидные признаки, есть состав уголовного на преступление. И если нет таких случаев, я уверен, я вам сам лично и готов представить в Центробанк, и чтобы вы по ним тогда отреагировали. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за возможную помощь. Банк России ведет работу очень четко с правоохраной. Если мы видим элементы, которые привели компанию к преднамеренному банкротству, либо компания давала недобросовестную информацию в Банк России, что игра были или они отсутствовали, а премию получили, мы дела возбуждаем, в том числе, правоохрана возбуждает, в том числе, уголовные дела. По ситуации, связанной с застройщиками, в целом, хотел бы еще раз подчеркнуть, если есть банкротство застройщика, по этому банкротству застройщика есть обманутые дольщики, и мы смотрим на договоры страхования, которые действующие, компания по этим играм несут ответственность. Обязанность Банка России, подчеркиваю, обязанность Банка России обеспечить выполнение договоров страхования по таким случаям. Если они возникают, у вас есть информация, пожалуйста, уважаемые депутаты, надо Банк России представить, мы готовы такую информацию по действиям Банка России представить. По обращению в правоохрану, я так понял, что будет постановление или будет запрос в Банк России, мы соответствующую информацию по предназначению банкротства и мошенническим действиям дадим. Спасибо. Пожалуйста, Боева, Наталья Дмитриевна. Спасибо, Вячеслав Викторович. У меня вопрос к Никитой Евгеньевичу. Николай Петрович огромное спасибо. Многое разъяснил, потому что вопросов очень много. Но и все же, сколько потребуется денежных средств на содержание этого фонда и как это скажется на цене жилья. Ведь у нас и так жилье очень дорогое. Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Из бюджета на содержание фонда денег не потребуется нисколько, потому что содержание фонда это в группе компаний АЭЖК Единого института развития нашего. На цене квадратного метра в переходный период это не скажется никак, потому что мы ставим средний тариф 1,2%, который подтверждает Центральный банк. И мы работаем над тем, что у нас мы стараемся сделать так, чтобы цена была доступной. Но цена доступна не через саму цену, потому что цена и так уже стремится к себестоимости, а через возможности ипотеки, доступной ипотеки. И если можно, Вячеслав Викторович, я вот возвращаясь к прошлому, хотел бы добавить вопросу, что относительно СУ-155, которым мы занимаемся каждый день, вот там в районе 15 тысяч человек, которые по 214-му были все-таки зарегистрированы договора долевого участия, там работало 5 страховых компаний, которые обанкротились, которые привлекли средства, граждан, 5. Вот у нас есть четкое понимание всех 5 страховых компаний, мы вместе с Михаилом Валерьевичем Кузовлевым, Банком Российский Капитал, это все санируем за счет средств, по сути, государства. По какой причине обанкротились страховые компании? Из-за того, что выплатили страховые взносы? Нет, ни одного, ни одной выплаты не было, все банкротство было до того, как нужно было выплачивать средства. Коллеги, тогда вопрос контрольному органу, кто контролирует работу этих структур и в том числе имеет возможность отозвать лицензию. А о них у всех лицензии отозваны? Отозваны, когда они обанкротились. Мы слышим друг друга, коллеги, представители Центрального банка, понимаем, о чем речь идет? Мы понимаем, о чем идет речь. Соответственно, повторяю, что у нас по факту, когда есть страховое событие, мы смотрим, анализируем ситуацию, по каждому из этих ситуаций мы готовы дать информацию, когда появилось событие страховое. И, например, по многим событиям не было оплаты страховой премии. Город страхования был просто недействующим. У нас есть элементы мошенничества со стороны и застройки компании страховой. По каждой ситуации мы готовы представить информацию. Здесь максимальная такая продача должна быть обеспечена. Мы этим заинтересованы. У нас ситуация простая. Помимо страхования ответственности за стройку, еще есть строймонтажные риски, страхования имущества, страхования жизни. Это, как правило, комплексные вещи, которые КАПАДИ выполняют. Поэтому здесь информацию по каждому случаю мы готовы дать. Это не говорит о том, что там все благопристойно. Нет, есть о чем работать. Кто бы сделает справку? Когда Банк России стал мигратором, мы отозвали более 170 лицензий, в основном по теме связанной с неумением компаний платить по своим обязательствам. В основном из-за того, что компании просто деньги разворовывали от премий. Частично это было в том числе по сохранению ответственности за стройчиков. Но с 2014 года, повторяющий, когда закон вступил в 214, ситуация прозрачной нам понятна. Мы готовы дать информацию по каждому случаю вами заявленному, вами обозначенному. Хорошо. Пожалуйста, Торочин Игорь Андреевич. Спасибо, Вячеслав Викторович. У меня вопрос к докладчику Никиту Евгеньевич. В проекте закона предусмотрено, что средства компенсационного фонда могут участвовать в инвестиционной деятельности. Вполне может возникнуть ситуация, когда при неудачном инвестировании будет утеряна часть средств компенсационного фонда, что может привести к недостаточности средств для выполнения прямых функций данного фонда. Каким вы видите выход из такой ситуации? Может быть в таком случае следовало прописать в проекте закона об увеличении финансовой нагрузки на застройщика? Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Мы ко второму чтению совместно с Николаем Петровичем и с его коллегами четко пропишем механизмы и направления инвестирования. и так не будет получаться как получалось с некоторыми инвестициями, которые также были отозваны лицензией в непонятных банках. Такого точно не будет, потому что посмотрите на прозрачность и открытость работы единого института развития и где он размещает свои средства. Что касаемо большей нагрузки на застройщика, мы прекрасно понимаем сейчас, что любая большая нагрузка на застройщика приведет к тому, что могут просесть продажи, потому что вырастет цена квартиры. Мы этого допустить не можем. Пожалуйста, Куринный Алексей Владимирович. Вопрос Никита Сергеевич. Никита Сергеевич, вопрос ответственности просто, я думаю, стоит на первом месте, потому что до 2014 года расхищали, скажем так, бесконтрольно, а с 2014 года уже под контролем в соответствии с действующим законом, но расхищали по 15, по 16, по 18 миллиардов в год. Где были все институты контролирующие непонятно, начиная от счетной палаты и заканчивая в итоге Центробанком и специальными отделами, которые созданы в каждом регионе по контролю за долевым строительством, которые позволяли этим страховым компаниям участвовать, которые позволяли этим страховым компаниям воровать. Ну и самый главный вопрос по новому закону, нехватка финансовых ресурсов для того, чтобы выполнить свои обязательства. Будет ли государство в лице Банка Российской Федерации компенсировать эти возможные убытки, в том числе связанные с неправильным инвестированием? То есть не люди сами, не строительные компании, а именно государство, которое взяло на себя сегодня ответственность или берет в части этих рисков? Значит, по тому, по тем обязательствам, которые на себя возьмет фонд, все обязательства будут выполнены. Вне зависимости ни от чего. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, Канаев Алексей Валерьянович. Вопрос докладчику, уважаемый Никита Евгеньевич, все-таки для понимания. Вы сказали золотые слова, что необходимо за застройщиком поставить государство. И для понимания вопроса, если денег все-таки у фонда не хватит, в продолжении предыдущего вопроса, какие механизмы разработчики законопроекта предлагают для того, чтобы фонд выполнил взятые на себя обязательства. Это первое. И второе. Все прописано в законопроекте, как собирают деньги, как их можно инвестировать, плохо прописано, как их тратить. И совсем непонятна роль фонда в предотвращении наступления страховых случаев. Будет ли такая роль предусмотрена? Видите ли вы фонд как некий регулятор, предотвращающий банкротство застройщиков? Спасибо большое за вопрос. По поводу последней части вопроса я предлагаю это обсудить при подготовке ко второму чтению. Пока все-таки предотвращение случаев банкротства и случаев появления на рынке недобросовестных застройщиков это функция контролирующих органов субъекте и на наш взгляд это функция губернатора и заместителя губернатора отвечающего за строительство. Потому что каждый губернатор в субъекте знает по именам всех застройщиков, которые у него строят жилье. И выдаются разрешения на строительство с полным пониманием того, что происходит. После того, как мы расширили полномочия контролирующих органов, нам кажется, что теперь это будет более четко и под нашим контролем. А возвращаясь к вопросу, какие механизмы и хватит ли средств и обанкротится фонд, мы считаем, что в том пакете, который уже принят и с тем, что мы сейчас дорабатываем, мы все-таки считаем, что у нас на нет уйдут проблемные объекты с точки зрения появления их новых и банкротств будет минимальное количество. Пожалуйста, Катасонов, Сергей Михайлович, фракция ЛДПР. Никита Евгеньевич, вот этот закон это комплекс мероприятий и вопрос отчисления в этот фонд, вопрос страхования это один из этих вопросов. вообще природа компенсации она не поменялась. Вот то, что вы имели мы с вами с 14-го года по страховым компаниям, даже ставка 1-1,2% она останется той же самой. То есть природа компенсации не меняется. Исходя из этого вопрос, а в чем новизна? Почему применяется новая форма и ответственность берет на себя государство, если скажем так другими способами можно было решить ограничениями уставных, капиталом, допуском и так далее? Для чего не решив вот этот вопрос через страховые компании, мы сегодня фактически создаем государственную страховую компанию, которая практически будет выполнять ровно те же функции, только ответственность будет уже государства, а не страховой компании? В чем новизна? Сергей Михайлович, большое спасибо за вопрос. Новизна в том, что сейчас, даже если произойдет страховой случай, то будет возвращена часть денег с дисконтом страховых компаний. Когда заработает фонд, гражданин будет уверен в том, что его объект, его квартира будет построена, потому что гражданам, когда они вкладывают средства в долевое строительство, это сейчас даже не инвестиционное строительство, это для того, чтобы сэкономить и сделать квартиру доступнее. И они ждут не возврата денег, а получения своих квартир. Вот в этом основная новизна будет, что через фонд, через процедуру банкротства арбитражного управляющего, и когда, если мы доработаем ко второму чтению немного другую форму, как публично-правовая компания, тогда вот будет полная новизна того, что в кратчайшие сроки объект будет достроен и ключи будут переданы гражданам Российской Федерации. Спасибо, уважаемые коллеги. Завершающий вопрос. Савельева Дмитрия Ивановича. У нас в соответствии с регламентом 35 минут отводится на вопросы, 38 минут мы, собственно, должны вопросы завершить, перейти к выступлениям. Пожалуйста. Никита Евгеньевич, если отчисления фондов станут единственной гарантией возмещения средств дольщикам при долгострое, не стоит ли все же пересмотреть критерии отбора компаний-застройщиков, от которых фонд будет принимать собственно взносы и установить мощнейшие фильтры, чтобы отсечь недобросовестные компании? Это первое. И второе, как бы вы отнеслись к созданию банка по типу Росселефосбанка, банка с госучаствием, допустим, Росстройбанка, в котором бы размещались средства фонда, собранные от компаний-застройщиков, в котором бы размещались средства, собираемые по системе саморегулирования, и который бы участвовал в развитии строительной отрасли. Мы видим, как успешно действует Россельхозбанк и как его деятельность положительно влияет на развитие сельскохозяйственной отрасли. Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Я предлагаю это действительно конструктивные предложения и предлагаю их рассмотреть ко второму учтению и с банком. И как раз вот то, что вы говорите про фильтры, жесткие фильтры, это требует большого общественного обсуждения, и если можно, мы попросим это сделать как раз на площадке Государственной Думы, максимально открыто обсудить действительно, кого допускать на рынок, а кого не допускать на рынок для волевого строительства. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. В соответствии с регламентом мы переходим к выступлениям. Кто хотел бы выступить? Включите запись, есть желающие. Включите запись на выступление. Вопрос очень серьезный, поэтому такой интересный. Пожалуйста, покажите список. 10 человек у нас записалось. Слово представляет Саршевских Андрею Геннадьевичу Единой России. Пожалуйста, там. Спасибо. Уважаемый Шлаф Викторович, уважаемые коллеги, понятно, что закон очень нужный и важный, потому что мы делаем очередную попытку как обезопасить наших граждан от нерадивых застройщиков. Но я бы хотел обратить ваше внимание на что. Если бы у нас нормально работали страховые компании, если бы у нас не было бы пробелов в законодательстве, я думаю, мы бы вообще не приступили к рассмотрению данного закона. Я считаю, что здесь надо на самом деле подробно разбираться со страховыми компаниями. И считаю, что в принципе надо вовлекать во все эти решения этой проблемы надо вовлекать страховые компании, а не создавать специальный какой-то государственный фонд, к которому очень возникает очень много вопросов. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на что. Почему я, если честно, категорически против создания подобных фондов? Потому что приведу маленький пример в городе Екатеринбурге. Когда депутат городской думы города Екатеринбурга, застройщик, из 12 объектов больше половины выводит на банкротство, как представитель власти, и на это все закрывают глаза, создать любой государственный фонд, мы все равно вот такими действиями подрываем любую веру любым государственным фондам. Это первое. То, что вы сказали на предмет того, что губернатор и заместитель губернатора должны отвечать за подобные вещи, рассматривали эту ситуацию и приняли решение, что в одном из проблемных домов будем покупать за счет бюджета квартиры для бюджетников. Это решение проблемы, для того, чтобы привлечь туда инвесторов, в частности Сбербанка, для того, чтобы достроить. Я считаю, подобные вещи недопустимы. Я думаю, надо было смотреть не создание фонда, а по поводу увеличения ответственности за строчкой, в том числе и уголовной, и нормально работать по этому направлению. Спасибо. Пожалуйста, Сысоев Владимир Владимирович, фракция ЛДПР. Правильно, молодцы. На треугольный идут, да. От фракции? От фракции. Уважаемые коллеги, действительно, вопрос крайне важный и обсуждение еще раз показало, что законопроект недостаточно проработан. Принятие его в таком варианте не будет поддержано фракцией ЛДПР. Еще в 2006 году глава государства признал, что проблема обманутых дольщиков это в том числе сегодня проблема государства. Государство было обязано заранее подумать, чтобы такие ситуации не создавались. Подчеркнул во время прямой линии с россиянами. На тот момент в стране насчитывалось всего лишь около 300 проблемных объектов. И была твердая уверенность в том, что с принятием нового федерального закона об участии в дальнем строительстве количество объектов больше расти не будет. Но ситуация только ухудшается. На сегодняшний день реальное число обманутых дольщиков по экспертным данным в России составляет более 100 тысяч человек. И эта цифра с каждым днем продолжает расти. Уважаемые депутаты, нас с вами регулярно поступают обращения по этим проблемам. И думаю, каждый понимает, насколько эта проблема сегодня актуальна. Да, сегодня мы рассматриваем законопроект, направленный на защиту прав обманутых дольщиков и на введение нового механизма такой защиты. Конечно, мы понимаем, что сам уже факт нести такого законопроекта еще раз доказывает неработоспособность сегодня существующего законодателем механизма защиты прав дольщиков. Про мы понимаем, что даже ведение страховки 2013 года не позволило решить эту проблему. В членном комитете были озвучены другие суммы, что сумма сборов страховых составила более 24 миллиардов рублей. И как уже было сказано, что ни одной копейки не ушло достройку тех проблемных объектов, где пострадали дольщики. Фактически это выглядело как очередная пирамида или афера. И, как говорится, Остап Бендер просто отдыхает на этой ситуации. Более того, несмотря на установленные законодательные критерии отбора страховых компаний, начальника часть страховщиков не выдерживает никакой критики. Я приведу пример для Центрального банка. Так, три крупнейших застройщика Тюменской области ТДСК, Врусника, СИП, СРОСЕРВИС, пользуются услугами страховой компании Ринка, которая по итогам проверки Центрального банка не имеют уже достаточных резервов для выплаты дольщиками компенсации преступления страхового случая. И 12 июня эти люди вышли на митинг в городе Тюмени. Поэтому возникает вопрос, а где реагирование надзора? Его нету. Напомню, что ЛДПР не поддержало переназначение председателя Центрального банка. Но давайте разберемся, справится ли с поставленной задачей новый предложенный механизм, который предполагает использование компенсационного фонда долевого строительства. Кстати, в качестве единственного способа в обеспечении их обязательств, как нам с вами предлагается. Подчеркну, что иные способы гарантированной обязательств застройщиков, страхования и банк поручительства отменяются. Решение обманутых дольщиков состоит из двух составляющих. Первое, это необходимо решить вопрос по завершению строительства объектов в отношении уже обманутых дольщиков. И во-вторых, не допустить появления новых. Все, что будет отчисляться сегодня в фонд, будет распространяться только на новые проекты, на тех застройщиков, по которым произведено отчисление фонд с начала и с момента его работы. И это крайне неправильно. Тем не менее, правильно возникает вопрос, а что будет с теми, кто уже пострадал. Законопроект ответный вопрос не дает. Но правительство России в мае издало документ, по которому уже документом возложило обязанность решения этого вопроса с обманутыми дольщиками. У нас субъекты Российской Федерации. Вопрос, а деньги у них откуда? Но далеко не у всех субъектов есть реальная возможность быстро и эффективно решить данный вопрос. В законопроекте отсутствуют нормы, позволяющие решать эффективный контроль за деятельностью фонда. И об этом сегодня было много сказано. Нет ни требования порядка закупок, ни требования ежегодной публикации отчетов об использовании денег, а также нет нормы вообще о том, что счетная палата имеет право проверять фонд. Очевидно, что нужно было изначально первой редакции в первом чтении предусмотреть уже четкие и прозрачные контрольные механизмы, чтобы потом их не вводить в авральном режиме при очередном вскрытии факта нецелевого расходования или коррупционном скандале. Неохотим также надлежащий парламентский контроль за деятельностью фонда, а сегодня этого просто нету. Депутаты снова оказались как-то сбоку. Нераскрытыми остаются механизмы контроля за исполнение лицами, получившими средства фонда для достройки объекта незавершенного строительства, обязательства по передаче жилых помещений участникам долевого строительства, а также правовые последствия неисполнения указанными лицами данных обязательств. И это, подчеркиваю, коллеги, самое важное, что должно быть в законе. Но это просто забыли. Вопрос, это было сознательно сделано или нет. Мы уже с вами имеем печальный опыт формирования и расходе средств фонда капремонта по всей стране. И теперь снова пытаемся создать что-то подобное. Конечно, также, наверное, важный следующий аспект, это непрозрачность требований к размеру обязательных отчислений, уплачиваемых застройщиками в компенсационный фонд. Как уже было сказано, предельный размер его не установлен вообще. Вначале был 1%, сегодня уже 1,2%. Непрозрачный механизм определенного размера компенсационных отчислений и сдержки застройщиков, конечно, в итоговом счете лягут и будут переложены участниками долевого строительства. И, конечно, это приведет к повышению стоимости. Не нашли отражения в законопроекте вопроса защиты прав и законных интересов участников долевого строительства в случае недостаточности средств компенсационного фонда. Вопрос возложения на добростой застройщиков и сдержек по его наполнению. Поэтому фонд может рано или поздно просто стать банкротом. Даже это далеко не все озвученные вопросы не позволяют признать предлагаемый механизм проработанным и эффективным. Безусловно, участие государства в качестве гаранта исполнения обязательств застройщиков это сегодня возможно единственный верный способ обеспечения прав вдольщиков. Еще раз подчеркну. На заседании госсовета президент озвучил идею о создании государственного компенсационного фонда. При этом он подчеркнул, что мы не должны создать такого механизма, который бы вечно прикрывал чьи-то огрехи, неэффективную работу, либо еще хуже жульничество. Государство не должно быть спонсором такой некорректной работы. Поэтому здесь нет ошибок ошибиться в принятии этого решения. Задача действительности законопроекта разработана в исполнении поручений до президента, обеспечить исполнение данного поручения качественно и интересной защитой прав граждан. Фракция ЛДПР неоднократно обращала внимание на необходимость комплексного решения поставленных перед органами власти задач. Детальные проводки всех аспектов решаемого вопроса. Конечно, компенсационный механизм должен быть направлен на решение существующих проблем, а не на создание новых. Сейчас мы с вами видим формальный подход к исполнению поручения президента. Мы снова начинаем заниматься очередным экспериментом, пытаясь принять абсолютно непроработанный законопроект. Вам всем Государственной Думы. И столько в 11 пунктах прописано, что нужно регулировать второе учение. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте посоветуемся, учитывая, что Николай Петрович предложил провести парламентские слушания по данному вопросу и пригласить на парламентские слушания участников сегодняшнего обсуждения, но не только Министерство и Центральный Банк, но и представителей страхового сообщества, представителей Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, и со всех сторон данную проблему изучить, почему у нас на протяжении трех лет собирали взносы, но при этом не было страховых случаев, а это уже средства, как вы понимаете, около 50 миллиардов рублей с высокой степенью доходности, как здесь было сказано, чтобы нам не повторять ошибок. и в этой связи коллеги предлагают сделать выступление сейчас до завершения перерыва от фракции. Если фракции определятся, кто будет выступать от фракции, тогда мы могли бы с вами дать возможность выступить еще от фракции «Справедливая Россия» и КПРФ и дальше перейти к голосованию. Если не будет возражений, потому что нам надо в любом случае с вами этим вопросом заниматься очень скрупулезно, чтобы не было тех ошибок, которые сейчас мы с вами критикуем. Фракции определятся? Да, Афонин от КПРФ. Афонин от КПРФ, пожалуйста, «Справедливая Россия» просьба определиться, кто будет от фракции. Сейчас тогда вам дадим от фракции тоже. Просто фракция КПРФ уже определилась. От Единой России прозвучали выступления, от ЛДПР, прозвучали от фракции выступления. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, вопрос жилья является важнейшим для каждой семьи. В СССР право на жилище было гарантировано не только в Конституции, но и реализовывалось на деле. И по нынешний день большая часть населения России живет в квартирах, бесплатно полученных при советской власти. В 90-е годы с приходом капитализма государство сняло с себя ответственность за обеспечение своих граждан крышей над головой. Более того, власть также фактически сам устранилась от защиты людей от обмана и мошенничества при жилищном строительстве. Свидетельством тому гигантская армия обманутых дольщиков. Мы, коммунисты, уже много лет занимаемся этой проблемой. Под эгидой нашей партии в Москве недавно прошел общероссийский съезд дольщиков. В мае 2016 года председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов принципиально поставил проблему обманутых дольщиков на заседании Государственного Совета. Президент Российской Федерации дал поручение о необходимости решения данного вопроса. В реализации поручения был разработан закон, который мы сегодня рассматриваем. Концептуально мы поддерживаем этот законопроект и саму идею создания компенсационного фонда для помощи обманутым дольщикам. Однако, представленный правительством редакция документа достаточно сырая. Не менее сырая, чем первый вариант закона о реновации, для проработки которого нам пришлось проделать огромную работу. Между тем, предложенный законопроект будет не менее резонансным и затрагивать интересы сотен тысяч наших граждан. Мы предлагаем закон, чтобы стал реальным средством защиты обманутых дольщиков. Он должен быть подвергнут масштабной доработке. Конечно же, одной из серьезных проблем законопроекта является то, что для компенсационного фонда избрана такая организационно-правовая форма, которая не может гарантировать сохранность и целевое использование его средств. По сути, невозможен сколько-нибудь эффективный государственный контроль за деятельность фонда. Это является совершенно недопустимым. Предлагаемый в законопроекте размер взноса в комиссионный фонд не обоснован серьезными расчетами, о чем говорили. Хватит ли этих средств для помощи всем дольщикам с учетом угрожающей динамики событий? Также вызывает недоумение, что размер взносов устанавливается фактически только на один год и застройщик не может составлять реальный бизнес-план. В целом, в нынешнем виде законопроект создает некую схему, которая, на наш взгляд, может просуществовать лишь для следующего удара экономического кризиса. Недобросовестные застройщики разведут руками, переложат на фонд свои обязательства перед дольщиками, а после проведения этих выплат деньги в фонде закончатся. Что дальше, непонятно. Серьезным пороком законопроекта мы считаем то, что он представляет фонду право совершенно произвольно решать, выплатить обманутым дольщикам деньги или дать возможность получить жилье, оказав помощь достройки дома. Дольщики в большинстве случаев хотят получить именно квартиры, а не обесцененные деньги. В законе должен присутствовать четкий механизм учета мнения дольщиков. Мы также убеждены, что законопроект должен распространить действия закона об участии в дельном строительстве и на нежилые помещения, в первую очередь гаражи и машином места. Они являются неотъемными частями того объекта, который достраивается. Законопроект не устраняет распространенных схем, используемых сегодня застройщиками для обмана дольщиков. В частности, это маскировка застройщиков под субъекты малого предпринимательства, которые на три года освобождаются от плановых проверок. Главным критерием отнесения застройщиков к малому бизнесу является размер дохода. Но этот доход формируется уже после сдачи объекта. В результате, например, есть случаи, когда застройщик, изображавший из себя представителя малого бизнеса, обобрал дольщиков на сумму более 10 миллиардов рублей. Такая немалая часть махинаций в сфере жилищного строительства, к сожалению, присутствует, в том числе она присутствует и с использованием юридической формы ЖСК. Предлагаемый законопроект ничем не помогает жертвам такому мошенничеству. Широкому распространению обмана дольщиков способствует тот факт, что недобросовестные застройщики в большинстве случаев остаются безнаказанными. Более 80% уголовных дел в узбужденных в связи с обманом дольщиков разваливаются до суда. В связи с этим в ходе дальнейшей работы над законодательной защитой дольщиков мы считаем необходимым ввести уголовную ответственность за нецелевое расходное средство дольщиков и административную ответственность застройщика за непредоставление контролирующему органу, проектной декларации и другой информации предусмотренной законом. Несмотря на эти и большой ряд других недостатков законопроектов наши фракции готовы поддержать его в первом чтении потому что проблему обманутых дольщиков нужно наконец сдвинуть с мертвой точки. Но это поддержка во многом аванса. И еще на чем хотелось бы заострить внимание. Рассматриваемый законопроект должен защитить будущих дольщиков. Но давайте не будем забывать что необходимо предусмотреть и защиту тех которые уже стали жертвой обмана. По нашим оценкам эта цифра никоим образом не 16 тысяч человек а более 120 тысяч потому что только официальных объектов которые обозначены Минстроем 989 а 16 тысяч это люди которые учитаны в реестрах. В реестрах нет представителей Москвы реест создан в Московской области но нет органа который учитывает и мы должны наконец определиться с цифрами чтобы не вводить в заблуждение ни Федеральное собрание Российской Федерации ни наших граждан люди которые подверглись обману это те люди которые в течение многих лет надрывая силы копили на жилье для своей семьи продавали свои старые квартиры а в итоге остались без жилья и без денег зачастую фактически на улице и вчера в ходе обсуждения на заседании комитета и сегодня в ходе обсуждения на заседании Государственной Думы мы к сожалению от замминистра и от присутствующего министра не получили ответ а что будет с этими 120 тысячами а если с семьями то более полумиллиона наших граждан которые оказались обманутыми мы просто должны принять серьезные в том числе законодательные меры при обсуждении этого закона и подготовке ко второму чтению чтобы защитить и эту большую категорию наших граждан большое спасибо спасибо Юрий Вячеславович пожалуйста фракция справедливой России Нилов Олег Анатольевич от фракции кто будет вы будете выступать да Олег Анатольевич уважаемый Вячеслав Викторович фракция поддерживает ваше предложение о проведении парламентских слушаний расширенных с участием и обманутых дольщиков в том числе и строителей в первую очередь а потом конечно все вышеперечисленные структуры министерства ведомства но только наше предложение Вячеслав Викторович провести сначала эти слушания а потом принимать концепцию представленного важнейшего закона этот закон по объему по охвату гораздо мощнее гораздо объемнее вернее чем закон о реновации посмотрите что происходило и правильно мы реагировали и проводили вот эти слушания здесь в думе а это вопрос судьбы 90% строительства в России вот она справка а доступно ли сегодня долевое строительство для всех граждан оно недоступно 20% вот кто может сегодня себе позволить долевое строительство почему потому что процент по ипотеке как мы не бьемся он все равно запредельный для абсолютного большинства граждан и что происходит сегодня вот мы снижаем процент по ипотеке а этим законом мы этот процент обратно поднимаем наверх на какой процент даже не отвечают нам на какой процент ну минимум один а может быть два процента что это такое это я считаю вот нарушение той концепции которую поддерживал и предлагал и продавливал президент снижать процент по ипотеке вы сегодня возвращаете на процент на два на три мы не будем поддерживать этот законопроект и предлагаем коллеги не просто во втором чтении подправить сначала пообсуждать значит со всеми взвесить концепцию и вынести заново а сегодня мы предлагаем отложить рассмотрение этого законопроекта почему потому что во первых благие намерения не раз звучали при организации СРО да это благое намерение где оно сегодня вот там же на том же месте и главное ведь не бороться со следствием сегодня опять очередная попытка бороться со следствием причина причина в организации строительного бизнеса неудовлетворительная организация и с этим никто не выступил никто не предложил что нужно сделать для того чтобы этих следствий не возникало давайте об этом сначала поговорим в том числе и может быть меньше будет вопросов по страховым случаям вторая причина видите страховые компании как хорошо устроились они не хотят работать с обманутыми дольщиками они не хотят привлекать к ответственности обманщиков они не хотят работать с автоюристами обманутыми туристами хорошо устроились да и центробанк говорит а мы делаем все что можем значит тогда ваша персональная ответственность должна быть за эти результаты давайте создавать госстрах да вот тогда может быть и страхование будет достойное значит по по страхованию конечно государственный фонд он будет государственным уважаемые коллеги когда там будут государственные деньги вот второе ключевое предложение возьмите кредит сколько вам нужно 30-50 миллиардов в центробанке и не отправляйте их в Америку а отправьте в этот фонд и если будут наступать страховые случаи а я цитирую докладчика такого как сегодня не будет ни при каких обстоятельствах значит мы не будем рисковать этими миллиардами вы же гарантируете что не будет такого кошмара который сегодня творится на этом рынке значит мы не потеряем эти деньги но собирать с людей эти деньги не будет необходимости да а в случае все-таки страховых случаев те кому положено искать эти государственные деньги с другой активностью и с другой мотивацией будут их искать находить и возвращать не нашли персональной ответственности тех кто должен найти и вернуть эти государственные деньги вот это наше еще одно предложение ну и в завершение уважаемые коллеги этот вопрос я считаю действительно сегодня наиважнейший и действительно те уже наступления на грабли те колоссальные ошибки которые были допущены за все эти годы существования вот этой порочной я считаю практики безответственного без безответственного для обманщиков прежде всего мы мы просто не имеем возможности да ошибиться еще раз у нас просто не будет больше времени для работы над ошибками поэтому уважаемые коллеги я и предлагаю не торопиться и не принимать сегодня в первом чтении этот законопроект принять решение об отложении и проведении такого количества парламентских слушаний с участием всех профессионалов которое позволило бы нам действительно выработать вот закон который практически исключит повторение прежних очень тяжелых ошибок которые действительно поломали жизнь сотням тысячам и миллионам возможно наши граждане и самое главное не создают возможности для поддержки и широкого развития долевого строительства сегодня абсолютное неверие людей и они не понесут как может быть того хотелось бы и строительной индустрии и правительству деньги в долевое строительство без стопроцентных государственных гарантий еще раз говорю что главное здесь требование чтобы государственные деньги пошли на осуществление этих гарантий спасибо спасибо Олег Анатольевич пожалуйста полномочный представитель президента Гарри Владимирович нет желания правительство пожалуйста официальный представитель правительства у вас есть возможность выступить с заключительным словом учитывая что прозвучали выступления я хотел бы сказать огромное спасибо за все позиции высказанные мы готовы понимая важность и необходимость и доработки но в то же время в кратчайшие сроки принятия этого закона мы готовы на площадке государственной думы в любом составе в любом режиме доработать этот законопроект ко второму чтению так чтобы он действительно защищал права граждан и увеличивал возможность их возможность граждан вкладывать деньги в жилищное строительство и чтобы действительно доверие росло но вот факт который неоспорим 80% всего индустриального жилья строится за счет средств граждан а это практически 40 миллионов квадратных метров а сейчас в стадии строительства находится 120 миллионов квадратных метров которые строятся за счет средств граждан спасибо большое спасибо пожалуйста заключительное слово садокладчикам Николай Петрович Николаев подготовиться Аксаку уважаемый Вячеслав Викторович коллеги спасибо большое за обсуждение я хотел бы несколько слов сказать о сути того решения которые мы сейчас принимаем но действительно тема она наболевшая мы каждый раз постоянно сталкиваемся с теми или иными проявлениями вот этих вот проблем конечно мы еще многое что не обсудили бывают дольщики и муниципалитеты больше половины программ расселения аварийного жилья например это сейчас реализуется тоже через долевое строительство у нас есть средства не только страховщиков накопленные но как мы слышали это огромные средства саморегулируемых организаций которые тоже лежат у нас есть масса еще вопросов которые нам необходимо обсудить но суть нашего решения которое мы сейчас должны принять она заключается в общем в общем очень понятной вещи мы должны с вами проголосовать за то что мы оставляем на частном секторе на тех механизмах которые сегодня не работают ответственность перед нашими гражданами за участие в долевом строительстве или нет или мы все-таки принимаем с вами решение что государство должно стоять за вот именно правами наших граждан то что именно государство должно гарантировать нашим гражданам сохранность вот этих вот средств именно те механизмы которые мы с вами должны добиться чтобы они работали на базе именно государственных гарантий государственных механизмов на сегодняшний день я думаю что ответ абсолютно очевиден этот ответ кроется и в том поручении президента которое он дал когда в прошлом году обсуждался этот вопрос на госсовете что нам необходимо создать государственный фонд который будет нести ответственность перед нашими гражданами за все те грехи за все те случаи банкротства может быть злоупотребления к сожалению которые могут возникнуть на рынке долевого строительства вот я хочу коллеги обратить ваше внимание что именно это решение мы с вами сегодня принимаем на втором этапе мы действительно должны с вами прописать и проговорить все те механизмы которые должны и защитить средства фонда и должны обеспечить полную прозрачность расходования этих средств полную прозрачность принятия решений мы должны с вами обеспечить чтобы деятельность фонда была подконтрольна и нам как парламенту и счетной палате и правоохранительным органам и так далее и конечно же общественности потому что наши граждане должны понимать кто как гарантирует со стороны государства их права и их средства которые они вкладывают на сегодняшний день в жилье вот мне кажется это очень важно поэтому мы парламентские слушания будем обращаться в совет чтобы обязательно провести эти парламентские слушания но я бы не завязывал это с тем чтобы откладывать такое важнейшее решение которое мы сегодня должны принять на парламентских слушаниях мы должны проговорить все нюансы мы должны проговорить все механизмы которые должны у нас работать в результате тем более что каждый из вас каждый из нас каждый день практически сталкивается с тем а что необходимо там сделать потому что к нам граждане обращаются со всеми своими частными случаями и мы знаем масса возможностей как эти вопросы все рисковые вопросы можно снять давайте мы это сделаем а парламентские слушания мы конечно же проведем и конечно мы не будем откладывать всю эту работу я прошу вас поддержать посмотреть внимательно прочитать текст постановления государственной думы который мы предлагаем принять вместе с данным законопроектом при рассмотрении в первом чтении прошу вас поддержать и конечно же приглашаю вот к такой очень важной и нужной работе которую мы все вместе ради наших избирателей ради наших сограждан должны провести к второму чтению спасибо спасибо николай петрович уважаемые коллеги если нет возражения просто посмотрел наш график работы раз у всех такое мнение звучит что необходимо проведение больших парламентских слушаний на 3 июля нам назначить проведение больших парламентских слушаний с тем чтобы потом иметь возможность уже учесть предложение прозвучавшее в рамках парламентских слушаний ко второму чтению учитывая что у нас с вами региональная неделя и соответственно с учетом этого наверное будет эта дата более такая приемлемая нет возражений на 3 июля Николай Петрович вы сможете подготовить можете да спасибо тогда коллеги мы будем из этого сходить пожалуйста Аксаков Анатоль Геннадьевич заключительное слово от комитета уважаемый Вячеслав Викторович уважаемые коллеги такое активное где-то эмоциональное обсуждение данного законопроекта является отражением настроения многих тысяч наших избирателей которые обращаются к нам во всех практически регионах страны с просьбой с требованием наконец-то решить вот эту проблему когда они отдав иногда последние средства для того чтобы приобрести жилье теряют эти средства но и не приобретают жилые квадратные метры и поэтому правительство должно понять вот этот эмоциональный порыв депутатов эмоциональное выступление депутатов так что это как раз наказ наших избирателей для того чтобы наконец-то поставить точку в этом вопросе естественно возникают у избирателей вопросы в связи с тем что вот собираются деньги в том числе в финансовых институтах и эти деньги почему-то не используются на решение их проблем ну и мы вот комитет получил соответствующее поручение вам раздали поправку проект постановления в соответствии с этой поправкой мы ставим перед центральным банком задачу представить информацию о договорах страхования гражданской ответственности застройщиков об имевших случаях страховых случаях в связи с нарушением застройщиками своих обязательств ну и принимаем их центральным банком мерах направленных на исполнение страховщиками своих обязанностей если представленная центральным банком информация государственную думу не удовлетворит то я хотел бы вас проинформировать нам придется обращаться генеральную прокуратуру с тем чтобы они проверили насколько все эффективно и в соответствии с законом исполнялось комитет считает что учитывая очень сложная проблема большая проблема в стране многие граждане испытывают эти проблемы мы конечно должны быстрее принять закон в соответствии с которым будет наведен порядок на рынке и больше таких безобразий не будет поэтому от имени комитета я еще раз хотел бы вас призвать сейчас проголосовать за законопроект первом чтении спасибо за внимание спасибо анатолий геннадьч уважаемые коллеги учитывая что у нас в зале рознан поправка ставится на голосование принять за основу проект постановления государственной думы о проекте федерального закона внесения изменений в федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости внесения изменений в некоторые законодательные акты российской федерации и отдельные законодательные акты российской федерации включить режим голосования за основу покажите результат принимается за основу уважаемые коллеги ставится на голосование поправка к проекту постановления государственной думы о проекте федерального закона внесения изменений в федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов иных объектов недвижимости внесения изменений в некоторые законодательные акты российской федерации и отдельные законодательные акты российской федерации розованные в зале просьба включить режим голосования предложение депутата Коломейцева Николай Васильевич посмотрим как вас фракция поддерживает покажите результат авторитет единогласно принимается поправка предложенная Коломейцевым сформулированная Аксаковым розовым в зале уважаемые коллеги ставится на голосование вопрос 19 нашей повестки просьба включить режим голосования закон проект принимается первым чтением голосования по данным вопросам в целом пожалуйста с учетом поправок до проекта постановления в целом принимается пожалуйста включить режим голосования покажите результат уважаемые коллеги законопроект принимается в первом чтении объявляется перерыв до 16.00 спасибо большое там вообще времени до 16.00